Добрый вечер! В эфире итоговый выпуск Вести Карачаева-Черкесия. Предыдущий груз мы в тесном взаимодействии с руководством Курской области, сформировали потребности, которые именно сейчас есть. И на основе этих потребностей осуществили закупку и сформировали этот груз. В этот раз мы тоже порядка 18-20 тонн направляем. В состав груза вошли продукты питания. В первую очередь это продукты, которые у нас на территории производятся. Мясные консервы, соки, средства личной гигиены. Отдельное внимание уделили детскому питанию. Сегодня специалисты «Газпром» газораспределения «Черкеск» ввели в эксплуатацию распределительный газопровод в ауле Нижняя Тиберда. И еще один населенный пункт Карачаева-Черкесии стал газифицированным. Разделить радость жителей в этот знаменательный день приехал руководитель регионального «Газпрома», а также представители правительства и парламента республики. Из аула Нижняя Тиберда репортаж Аллы Динаевой. После новой верхней Тиберды и города-курорта эстафету газа сегодня принял и аул Нижняя Тиберда. В последние дни уходящего лета природный газ пришел и в этот населенный пункт. Объект протяженностью 5 километров создал возможность для догазификации аула Нижняя Тиберда. Благодаря решению президента нашей страны у нас появилась возможность по программе догазификации бесплатно подводить дом для домов жителей нашей республики. И такая программа сегодня успешно реализуется. Хотел выразить огромную благодарность и сотрудникам «Газпрома» за то, что они подключились достаточно быстро и серьезно к этой программе и очень успешно реализуют на территории республики. Хочу поздравить всех жителей. Совсем недавно мы мечтали, чтобы у нас в каждом Алуле в нашей республике был газ. Сегодня эти планы претворяются в жизнь благодаря нашим дружинникам, нашим достойным. Сегодня в республике 2500 жителей уже воспользовались данной программой и получили газ в свои домовладения. С прошлого года действуют и региональные меры поддержки, в соответствии с которыми газ подводится не только к земельному участку, а к самому домовладению. Отдельным социально значимым категориям населения также выделяется субсидия и на приобретение газоиспользующего оборудования и оплату работ внутри самого дома. Напомнил генеральный директор «Газпром» Межрегионгаз Черкесск Олег Дергачев. Создана техническая возможность подключения более 200 домовладений в Нижней Тиберде. Более 40 семей уже обратились к нам с заявками на дегазификацию. Хотел вам напомнить, что наш национальный лидер, президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, запуская программу социальной дегазификации в 2021 году, поставил задачу «Газпрому» и органам местного самоуправления и органам исполнительной власти субъектов подвести газ каждому дому в России. Сегодня в нашем районе остается еще 5 поселений. Это Мариинское ущелье, Хурзут, Артюртур, Чкуланов, Чкунанское ущелье. Я думаю, что в ближайшее время там начнутся работы. За столько другое время в районе в районе открывают третий населенный пункт. Это Дежня Тиберда. Буквально недавно мы открывали верхний Тибердон. Это для вашего блага. Конечно, когда дом отапливается газом, это другое совсем тепло. Лед. Это наши социальные объекты, школы, садики, ДК. Зимой у нас будет тепло. Благодаря нашему президенту в это трудное время социальный блок вопросов, который сейчас решается, не забывается. Видите, мы стали очевидцами того, что наконец-то в Нижней Тиберде появился газ. Представитель газораспределительной компании «Залим Бастанов» доложил о готовности объекта для подачи природного газа. Объект испытан, готов к эксплуатации. Аплодисменты, друзья! Семье Качкаровых большая радость. И сегодня они радушно встречают гостей, благодаря которым природный газ пришел в их дом. Загорается, отпускаете. Раузка загорелась, большая комфортная. Спасибо. Теперь хлопоты по заготовке дров, наполнению баллонов сжиженным природным газом уходят в прошлое. И жизнь становится комфортней и уютней и для жителей аула Нижней Тиберда. Мы жили в старом доме, где печка. По-старому мы топили дровами печку. Конечно, дети хотели приезжать зимой, особенно на зимних новогодних каникулах. У нас же одна печка и одна комната отапливалась. Поэтому они приезжали и уезжали. А сейчас вот они радуются. Мы тоже радуемся, потому что уже простор, уже в доме, в новом доме отопление будет, газовое. Алладинаева, Али Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия, Карачаевский район. Сейчас прогноз погоды от синоптиков, а после продолжим. Карачаево-Черкесия Сегодня в Карачаево-Черкесию из Белгорода и Белгородского района приехали 236 детей. В живописных уголках Карачаева-Черкесии, в Тиберде и Домбае ребята проведут две недели. Познавательный досуг, комфортные условия для проживания, пятиразовое питание, соблюдение всех, мер безопасности. Все это подготовлено для ребят, которые живут в приграниченных населенных пунктах, постоянно подвергающихся атакам со стороны ВСУ. Кроме того, ребятам будет оказана необходимая помощь, в том числе медицинская и психологическая. Глава Карачаева-Черкесии Решутимрезов отметил, что сделают все, чтобы дети почувствовали заботу и внимание. И чтобы они не просто хорошо отдохнули, но и набрались сил, вдохновились красотой гор, местным колоритом, культурным многообразием и, конечно же, согрелись сердечной добротой и кавказским гостеприимством. Социальному пансионату «Гармония» исполнилось 25 лет. Юбилей отметили весело, ярко и музыкально. Дом-интернат общего типа для престарелых и инвалидов в нашей республике работает с 1999 года. Дарья Тендит побывала на празднике. За четверть века пансионат «Гармония» для людей старшего поколения стал не только домом, но и настоящей семьей. Валентин Гульманов живет в пансионате самого открытия. Работал раньше садовником и сейчас активно участвует в культурных мероприятиях. Он пишет стихи и поет песни своего сочинения. Валентин Федорович юбилей отмечает, как свое 25-летие. Я поздравляю всех с этим праздником замечательным. И желаю еще долгое время прожить счастливо, как можно здесь. Сытно, беззаботно, но развиваться, не терять своего ума и своей силы. В этот праздничный день собрались все жители пансионата, почетные гости, работники и приглашенные артисты. Поприветствовал и поздравил юбиляров министр труда и социального развития республики. За эти годы было сделано многое. Построено новое здание. Сложился дружный коллектив. Наработан немало опыта. Сколько пожилых людей, нуждающихся в помощи, нашли здесь понимание, человеческую поддержку. Даже трудно перечислить. Хочу поблагодарить вас за работу. Желаю в этот знаменательный день пансионату оставаться таким же замечательным, уютным, теплым местом. Всем сотрудникам и жильцам пожелать здоровья, счастья. За многолетнюю преданную работу сотрудников пансионата наградили почетными грамотами. Их труд неоценимым. Удалось создать настоящий, теплый и уютный дом для тех, кто в нем нуждается. Со словами поздравления к жильцам и сотрудникам обратилась директор пансионата. Здесь побывало более 500 человек. Это те люди, которые нуждались в поддержке, в помощи, которые здесь нашли дом, которые здесь нашли уютный кров, которые здесь нашли семью. И сотрудникам хочу пожелать благополучия, уверенности в работе, уверенности в завтрашнем дне, вашим семьям благополучия, жильцам крепкого, крепкого здоровья. Многочисленные поздравления сменялись выступлениями приглашенных творческих коллективов. Артисты выступали в ярких костюмах, исполняя мелодии, знакомые многим. Концертную программу подготавливал культработник пансионата «Гармония» Алексей Иванченко. Благодаря ему все торжественные мероприятия проходят на высоком уровне. Работает он со дня открытия. Было за 25 лет очень много хорошего. Вот честно, ничего даже негативного не могу припомнить. Всегда теплое общение, проводим много мероприятий, минимум 2-3 мероприятия в месяц, приглашаем много артистов. Желаю прежде всего, конечно, нашим жильцам крепкого здоровья, активного долголетия. Сотрудникам желаю успехов в работе, чтобы работа ладилась. Гениальный продолжатель прославленной династии конезаводчиков и жакеев Капушевых Морзобек продемонстрировал очередную блестящую победу. Прославленные мастера жакея международного класса Морзобек и Магомед Капушевы приняли участие в престижных скачках, приз Центуриона, которые прошли на Краснодарском ипподроме. Морзобек на лучшей лошади России. 2022 года Легарди стал победителем, а Магомед на Ламан и Дельвесе финишировал вторым. Это все вести, которые мы успеваем вам рассказать. Прямо сейчас смотрите продолжение сериала «Возвращение». Всего доброго. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин